Следующая тема — работа с коллективной травмой с помощью другого психотерапевтического подхода — системная семейная терапия субличностей. Лен, давай вот в твоё место. Слышно меня? Всем всё хорошо? Да, я Лена Маркина. Я практикующий трансформационный коуч, имботмент коуч и соматический терапевт. Я обучаюсь в процессе. Я интересуюсь различными подходами психотерапии, ознакомилась с ними через какие-то краткие курсы и самостоятельное изучение. И сейчас работаю с командами. Очень интересно, как происходит работа с группой, динамика группы, как наличие группы влияет на наши проявления, на то, что происходит с нами. И коллективная травма — очень интересная тема и в формате работы с меньшими группами, и с тем, что вообще происходит в обществе. Сегодня я буду делиться с вами докладом о системной терапии субличностей, которую проводили с Ричардом Швадцем. Я сейчас открою презентацию, чтобы было на что опираться. Ричард Шварц, и в процессе беседы его называют в том числе «Дик», является основателем этого подхода. Подход также известен как «Терапия частей». Честно, для меня в процессе подготовки доклада это было удивлением, потому что на курсе по коучингу, на курсе по имбодименту мы скрипты из этого подхода используем, и я использовала их в практике с клиентами, но когда я услышала название на английском, я думала, что это скорее будет что-то похожее на расстановки, семейную терапию. У него есть ряд книг, посвященных этому подходу, и сейчас он работает доктором по психиатрии в Гарварде, что ценно с точки зрения того, что он научно обосновывает, как ценно иметь ту часть, которую он называет самость, безоценочного наблюдателя всех психических процессов, которые у нас происходят. Он говорит о том, что наличие контакта с этой частью, действие из этой части позволяет естественным образом исцелять травму, и, в общем, это очень ценно, потому что это то, о чём говорят многие духовные практики, но сформулировано более доступным научным языком. Это его книги. На основной вопрос, почему важно работать с травмой лично и коллективно, он говорит, что действительно травма повсюду, и она так или иначе на нас влияет, и если на неё не обращать внимания, мы будем наступать на те же грабли вновь и вновь, потому что эти паттерны поведения передаются из поколения в поколение. Часть из нас, которые страдают, учатся тому, как с этим справляться у наших родителей, и также это и проявляется в обществе, что вызывает те общественные явления, от которых мы сейчас страдаем, в том числе расизм, геноцид, патриархат и другие явления. Доклад выступления Ричарда можно поделить логически на три части. Сначала он рассказывает о том, как появился подход и в чём его суть. Далее он проводит демо-сессию с интервьюером, и в конце, к сожалению, не так много, минут 15 рассуждают в свободном диалоге о том, что можно делать в связи с тем, что происходит в мире, как можно суть, ценность этого подхода переносить на наши реалии. И я буду придерживаться этой же логики. Я вижу свою роль здесь как... Лена, немножко у тебя со звуком проблемы. Не знаю, может быть, если попробовать отключить... Что нужно сделать? Как идея, либо не очень устойчивое соединение, попробуй какое-то время поговорить без видео, тогда, может быть, мы тебя будем слышать, как вариант. Так? Да. Так лучше? Ну, пока да. Подход был открыт Шварцем во время работы с детьми больными булимией. Он, как семейный терапевт, видел ценность работы со всей семьёй, потому что она влияет на состояние ребёнка. И в процессе работы он обратил внимание, что, рассказывая о своём компульсивном поведении, пациенты говорят, что есть часть меня, которая очень критикует происходящее, такой сильный внутренний критик, а есть часть меня, которая бессмысленно начинает заедать происходящее. И он отметил, что действительно эти внутренние части обладают всеми характеристиками полноценной личности, очень самостоятельно и по-разному проявляются внутри одного целостного человека. И сначала он подумал, что это какая-то патология, а потом начал наблюдать за собой и отметил, что во внутренних диалогах у него происходит то же самое. И сейчас он считает, что множественность нашей личности — это, естественно, свойство психики, а расстройство, которое называется множественными личностями, — это случай сильной травмы, с которой психика не справилась. Суть подхода заключается в том, что нет плохих частей нас, что все стратегии поведения, которые есть у нас... Так, звук опять куда-то ускользает. В результате какого-то травматического опыта. Ну вот. Я не знаю, как мне на это повлиять. Ну, никак. Продолжаем. Мне кажется, с каким-то перерывом со сбором дальше продолжается. Так. В общем, суть в том, что какие-то части берут на себя поведение, которое для нас нежелательно, в результате травматического опыта, либо в результате отсутствия баланса в ценностях и отношениях в семье, в которой мы росли. Поэтому так или иначе некая поляризация происходит внутри каждого из нас. Но хорошая новость в том, что внутри каждого человека есть центр сознания. Я или... Также это можно перевести как самость, из которого человек может наблюдать все свои части, переживать их, взаимодействовать с ними и взаимодействовать с другими людьми. И если в человеке проявляется качество сострадания, к примеру, или доверия, ряд качеств, которые я чуть позже перечислю, то открывается доступ к этой части самости и высвобождаются те ресурсы, которые... Это 8 C words, 8 слоги. Так, звук пропал, но есть слайд. О нем можно подумать, как-то, так сказать, примерить, работают ли эти 8 качеств лидерства самости. И я думаю, что Лена сейчас к нам тоже вернется. Ага, Лен. Ну, как это самое... Одна субличность хочет выступить, а другая не хочет и рушит технику. Мне кажется, о чем такое происходит? Давай договоримся еще на ближайшие 15 минут, то та, которая не хочет в эту технику, да, чтобы она поучаствовала. Ну, так, это для разрежения, напряжения. Интересно то, что данное качество самости, этот центр... есть у каждого, и вне зависимости от уровня травматического опыта, уровня расстройства, она спонтанно может проявляться. И... какого-то дефекта, активизация этого личностного ресурса и снятие тех ограничений, которые не могут ему осуществлять эффективное руководство личностью. Шварц говорит о том, что базово в нас есть три группы таких внутренних частей. Одна из них — это изгнанники. это те части нас, которые являются ранеными, оскорбленными, уязвленными. Можно их также называть внутренними детьми. Это части, которые застряли в каком-то сложном опыте, в эмоциях, с которыми не справились. И поскольку эти эмоции общественно неприемлемы, непривлекательны, человек начинает их вымещать, прятать и, собственно, изгонять обременённый стыдом, вином, виной, чувством того, что он недостоин любви. Естественно, чем больше таких спрятанных частей, тем хрупче становится устойчивость всей системы психики, потому что в какой-то момент они могут вырваться наружу и проявляться такие сильные эмоциональные всплески. И поэтому для баланса в системе появляются такие защитники, а также Ричард называется их менеджерами. Это опекающие, контролирующие, принимающие решения части. Одна из известных для нас частей, с которой мы все сталкиваемся, это часть внутреннего критика. такая часть изолирует опасную, уязвлённую часть от всей системы и выбирает стратегию поведения, которая не допустит повторения какого-то проявления этой части или травматического опыта, который мог ранить эту часть. Есть разные типы менеджеров, и они очень компетентны, на них сильнее всего опирается вся система, потому что они обеспечивают её безопасность, в результате этого у них очень много власти, и они, собственно, и перекрывают доступ к этой самости. Среди них можно отметить контролёра, такого тотально контролирующую часть, которая обезопасивается от всех возможных неприятных ситуаций в жизни. Оценщика, который, к примеру, следит за внешним миром, видом, старается всем угодить, всем нравится, чтобы все были довольны. Зависимая часть, которая может впадать в роль жертвы и тем образом гарантировать себе заботу окружающих. И тогда человек начинает выглядеть беспомощным, обиженным, пассивным. Иногда это может быть хранительница очага, которая заставляет женщину жертвовать собственным временем, собственными потребностями во благо семьи, и от этого очень на самом деле страдать. Или отрицающая часть, которая искажает восприятие, и человек не понимает, что ситуация небезопасна. И третья группа частей это пожарники. Это те части, которые выбирают способ загасить наиболее быстрым образом возможный всплеск изгнанников, возможные эмоциональные проявления. И они это делают в ускоренном режиме, поэтому не заботятся о здоровье или отношениях человека. И это те методы, которые они избирают, это обычно самоповреждение, обжорство, алкоголь, наркотики, азартные игры, ярость, мысли о самоубийстве. Каким образом происходит работа в подходе? Клиенту помогают установить контакт с частью усанности, которая может понаблюдать наличие внутреннего конфликта, обнаружить защитника и войти с ним в диалог, узнать его позитивное намерение и установить какие-то отношения. И это происходит через благодарность защитнику за то, что он так долго справлялся с важной, нужной ролью всеобщего спасения. После этого у защитника спрашивается разрешение на установление контакта с ущемленной частью, изгнанником. И в диалоге с этой спрятанной частью выявляется причина, возможно, какое-то травматическое происшествие или какие-то небезопасные отношения, которые стали источником той ноши, которую клиент несет и с которой пытается справиться. дальше идет процесс излечения этой уязвленной части маленького ребенка. Ей стараются помочь отпустить прошлый опыт, после чего, когда она чувствует себя достаточно безопасно, защитник также отпускает свою роль и выбирает более приятную и здоровую функцию для себя. Я сделала конспект вопросов демо-сессии. Лен, могу тебя уточнить, как ты думаешь, какая у тебя еще часть доклада осталась, потому что есть интересные вопросы, и в принципе у нас время до 30 минут, знаешь, когда пересказывать демо-сессию может быть сложная задача, но может быть ты что-то оттуда можешь вплести. Могу прислать потом эту презентацию всем желающим почитать, они перечитают вопросы, потому что я, поскольку сама работаю в этом подходе, мне было любопытно посмотреть, как автор подхода и мастер обращается с ними, а сейчас тогда я, наверное, лучше поговорю про то, как... Вопрос на языке, когда же появится коллективная трампа? Да, когда же появится... Я вообще я себе доклад смотрела и думала, когда же появится коллективная трампа? У меня ощущение, ну, так сейчас же будет что-то. Так суть в том, что если мы сострадательно относимся к себе, к своему внутреннему критику, то это влияет вообще на то, как мы относимся к миру и к окружающим людям. Поэтому основной шаг в том, чтобы поработать с собой. Дальше Ричард говорит о том, что вообще в мире недостаточно проявлена эта часть самости, и нужно ее возвращать, эту коллективную часть, не только индивидуально в человеке, а в целом в обществе, что могло бы быть массовым облегчением времени. Здесь он говорит большую благодарность Томасу за ту работу, которую он делает. И в том числе сам Ричард проводил работу с группами по выявлению их отношения к расизму, в том, как он в них проявляется, потому что он говорит, что стратегии антирасизма приводят только к более глубокому запрятыванию настоящих эмоций и мыслей на этот счет. И выявляя то, почему мы избегаем какого-то отношения с людьми из другой культуры, из другой расы, мы находим возможность увидеть, что эта стратегия на самом деле не решает проблемы. Так же, как и в индивидуальной работе, Ричард напоминает нам о том, что любой преступник, любой нарушитель, угнетатель, он, по сути, сам является жертвой практически всегда в работе с насильниками. Оказывается, что в детстве они были жертвами какого-то насилия по отношению к себе, в результате чего их психика выбрала избегать того поведения, где они могут проявлять какую-либо слабость, чтобы защитить их хрупкую часть и уязвлённую. И он просто призывает к тому, чтобы более созрадательно, искренне, понимающие обращаться с феноменом наличия этого в обществе, потому что этим же обществом и порождается. И, в общем, путём подсвечения того, что происходит, снимать эти автоматизмы. Он работает с тем, чтобы проводить индивидуальную работу с людьми в политике, у которых есть действительная власть, старается привносить какую-то образовательную деятельность, привносить осознанность в систему образования, чтобы в целом другое отношение к себе и к миру было. Любопытно, что он экспериментирует с движением, которое применяют психоделики в использовании этого подхода. И у него есть направление работы в медиации, развитии организаций, в том числе он поддерживает активистов, работает с ними. И на вопрос, что же мы можем сделать сегодня, он говорит о том, что нужно начинать с себя, посмотреть, какие внутренние конфликты происходят у нас, как мы общаемся со своим внутренним критиком, со своим угнетателем и транслировать это измененное отношение вовне, в мир. Готова. Супер, спасибо, спасибо за интересный доклад и такую содержательную презентацию. В ответ на презентацию она будет выложена тоже в ветке анонса твоего доклада, и все вопросы по ходу дела можно будет и задавать, и развивать, и дополнить к этому материалу. Что точно я отмечаю в комментариях, потому что этот подход перекликается с другими психотерапевтическими подходами. Есть какие-то очевидные, мне кажется, связи с психосинтезом и работами Асаджиоли. Есть тоже отклики, что психоанализы, похожие отношения к самости, суперэго, и что касается практик работы, например, с образом врага, Ольга Говоруха комментирует, что похожие отношения есть в развенчании образа врага в ННО. Не знаю, затрагивалось ли в докладе сравнение, сопоставление с другими, может быть, психотерапевтическими подходами? Или, может быть, у тебя сама есть на этот счет какой-то комментарий? В докладе это не затрагивалось. Терри, который был интервьюером, просто радовался тому, что это бьется с некоторыми духовными подходами, и действительно в практиках осознанности мы в целом развиваем эту часть наблюдателя, и в терапевтическом подходе, насколько я знаю, в третьей волне КБТ, это применяется активно, и, мне кажется, бьется с транзактным анализом с позиции взрослого, где ты начинаешь действовать из той части, которая может воспринимать все происходящее в психике, и уже поддерживать те слабые части, и снимать контроль с родительских частей. Отлично, ну, то есть, дальше идут тоже комментарии, что в процессуальном подходе Миндала да, то есть, в общем, все, такое движение в любом терапевтическом подходе очень похожими дорогами идет, естественно, да, если мы в корень человеческих отношений идем, да, есть способа интеграции разрозненных частей, которые в разные задачи выполняют и в разное время создавались, то так или иначе мы будем находить сходства и ценности. Я думаю, наша сегодняшняя неделя, конференция, встреча, увидеть, да, вот в этих разрозненных описаниях такой единый корень и единую интенцию, да, на то, что работая с собой, исцеляя свои части, мы находим большие возможности контакта с другими людьми в целом, с коллективными процессами. Есть еще такой, ну, частный вопрос, может быть, тут про него у тебя нет, комментарий, но вдруг есть, да, можно ли делегировать одну из своих частей партнеру в комплементарном браке? Если есть что-то, да, если нет, то как-то не автор теории отвечать не можешь, вот, и хотелось бы услышать, наверное, какой-то комментарий по поводу сессии, потому что есть время, есть к этому интерес, что там было ценного, какие вопросы, может быть, да, какое-то твое видение этого. Так, относительно того, можно ли делегировать свою комплементарную часть партнеру, мне действительно с экспертной точки зрения сложно говорить, мне кажется, это нужно рассматривать индивидуально, но, как я вижу, суть подхода в том, чтобы как бы возвращать себе ответственность за все, что происходит в твоей психике, обнаруживать, почему и как она устроена, и из такой принимающей, поддерживающей, смелой, креативной части себя находить здоровую реализацию этому, и поэтому, мне кажется, скорее нет. Ну, то есть я бы ответила лично, скорее нет, за подход мне сложно ручаться. Относительно сессии, она была очень эталонная. Она была длинная вообще, да? То есть сам-то доклад обычно час или полтора, я даже не знаю, во сколько они уложились. Ну, она была минут 20, и потом еще 10 минут почти. Ричард рассказывал, что очень многие сильные деятели сталкиваются с сильным критиком, который подталкивает их в усердную работу, но на своем примере он может сказать, что расслабив этот уровень контроля, мы не перестаем делать. Это же ведь так страшно, а вдруг, если я перестану себя ругать, я перестану нести в мир ту ценность, что я несу, что мы не перестаем этого делать, а делаем это совсем с другим качеством отношений, руководствоваться не страхом, а вдохновением, игрой, и в результате оказываются даже более интересными. Прямо там все по скрипту, как нас учили. Даже не знаю, что добавить. Во всяком случае, будут слайды, можно более в них читать, если мы не знаем контекст работы клиентской, тоже немножко сложно, наверное, это будет примерить, увидеть эффективность или увидеть какую-то интервенцию, но фокус вопросов и стилистику вопросов, я думаю, можно будет по этой презентации почувствовать вкус. Ну и, в принципе, есть сессия, запись на английском, тоже можно туда посмотреть, если английский владеете или так можете хотя бы улавливать. Интересно, что взаимодействие с частями он сначала просит их расположить в теле, посмотреть, откуда они действуют, такая эмоционально-образная терапия, если кому-то известно, очень похожим образом действует и устанавливает какие-то отношения с этой частью и договариваться с другими частями возможности повзаимодействовать с одной частью в данный момент. И что любопытно, как бы он сам отмечает, что в момент создания этого подхода ему казалось, что вряд ли это сработает, но когда он задает такие вопросы, а можем ли мы попросить части, которые сейчас негативно относятся к этой части, на время отступить. И это работает. То есть и клиент действительно на время расслабляется и может напрямую взаимодействовать с одной из частей, например, с уязвленной частью. И он отмечает, что очень важно действительно сначала договориться с этой самой сильной контролирующей частью и только потом взаимодействия с уязвленной, что когда он только начинал, он это испытывал. Поблагодарить ту стратегию, которая там, пусть каким-то травматичным, сложным для нас образом спасала систему. Да, тут какой-то такой очень важный ракурс, который, мне кажется, многие спикеры повторяют, про уважение к статусу УКО, к тому, что привело меня туда, где я есть и где я осознаю эту травму и хочу исцеления. Все, что, собственно, работала как какая-то такая рабочая стратегия. У нас, в принципе, время закончилось. Спасибо большое, Лен, за доклад. Можешь появиться, потому что, мне кажется, уже будет здорово тебя увидеть под конец. И, чтобы удалось, несмотря на все технические трудности, все-таки такое общее впечатление подхода, принципов работы поделиться и продемонстрировать. Вот. Если есть какие-то комментарии, сравнения и сопоставления дискуссии, в ветке продолжаем. Сейчас я пришлю еще ссылку на то, как можно свои впечатления, вопросы задать спикеру и по теме. И у нас сейчас будет небольшой пятиминутный перерыв. И дальше такая большая спонтанная часть, полтора часа на дискуссию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!